Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами Мария Кухта и предлагаю вашему вниманию свежий обзор рынков. У нас сегодня понедельник, уже заканчивается 11 марта. Предлагаю сегодня рассмотреть топовые инструменты из рынка Forex. Также посмотрим нефть, посмотрим серебро. Я хочу напомнить, что все рынки я анализирую по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Если на графике есть торговые паттерны, которые формируются по моей стратегии, если рынок подтверждает торговые паттерны по моей стратегии, тогда я даю торговые сигналы в закрытом моем телеграм-канале и, соответственно, даю публично для вас торговые рекомендации. Как это было, ребят, по индексу доллара? Потому что на прошлой торговой неделе я советовала шарти из Dixie. Замечательная отработка у нас произошла. И что дальше? А дальше я считаю, что у нас продолжится падение по индексу доллара. Направление шартовое. Есть у нас удержание локального коррекционного уровня сопротивления в районе 102,9. Максимум пятницы, максимум понедельника. Видим, что удерживаем я тут ценовую отметку, поэтому не исключаю варианты и падения секущих. Поэтому ниже 102,9 рассматриваем продолжение продаж по Dixie в сторону импульсов, которые у нас произошли на прошлой торговой неделе 6 и 7 марта. Альтернативный вариант. Будем еще делать какие-то более глубокие коррекции, более длительные консолидации. Но это уже будем видеть по факту. То есть из того, что сейчас видно на графике, свою позицию дальнейшую озвучила. Будет появляться новая информация по индексу доллара. Буду на следующих обзорах уже делать соответствующие апдеты и писать обновленную информацию в своем закрытом телеграм-канале. Давайте дальше смотреть евро-доллар. Евро-доллар уверенно смотрится в сторону локально восходящей тенденции, в сторону среднесрочной восходящей тенденции. Поэтому по евро дальше рассматриваем продолжение роста. Есть у нас локальный уровень поддержки 1,0915. Это минимум пятницы. И фактически сегодня в понедельник мы показали реакцию на эту ценовую отметку, удержали эту ценовую зону. Пытаемся закрыть дневочку выше. И это значит, что евро-доллар у нас дальше набирает торговую позицию для дальнейшего роста. Либо с текущих, либо еще будем здесь делать более длительную консолидацию. Возможно и на коррекцию есть шансы уйти, которые уже нужно будет перекрывать для того, чтобы дальше рассмотреть возможность открытия покупок по евро. Но при этом я считаю, что направление у нас сохраняется лонговое. У нас по евро здесь ничего не меняется. Из того, что сейчас видно на графике, это удержание локального отката 1,0915, 1,0920, выше которого продолжаю рассматривать рост по валютной паре евро-доллар с целью направления максимума в прошлой торговой неделе и выше. Доллар-франк. Давайте смотреть. Валютная пара доллар-франк неплохо снижается, ребят. Я вам ранее советовала шартить доллар-франк от откатного уровня сопротивления 0,8850. На самом деле доллар-франк еще продолжаю часть позиции удерживать в закрытом канале на продажу. Данная валютная пара сохраняет шартовые перспективы. Есть у нас удержание максимума коррекции. Это максимум понедельника 0,8795. Ценовая отметка ниже нее. Рассматриваю дальше шарты. Неплохой импульс низ у нас произошел на прошлой торговой неделе. На этом импульсе мы уже заработали в закрытом канале. Вы тоже, кстати, публично могли от меня услышать торговые идеи на продажу по доллар-франку в моем последнем видео. По Форексу, который я записывала на прошлой торговой неделе. И заработать на этом импульсе. Точно так же, как и по другим инструментам. Потому что я советовала продавать индекс доллара, покупать евро и, соответственно, продавать доллар-франк. Доллар-франк у нас дальше сохраняет шартовые перспективы. Ниже максимума понедельника 0,8795. Дальше шарты. Целено пробитие минимума в прошлой торговой неделе и ниже. Из валютного рынка, ребята, это пока все. Больше инструментов рассматривать не буду. То есть по другим инструментам у нас сейчас ситуация в движении. Если будут формироваться какие-то хорошие точки входа, тогда буду, соответственно, уже давать торговые сигналы в закрытом канале и публично для вас записывать торговые рекомендации, давая торговые рекомендации в следующих моих обзорах. Давайте смотреть нефть по нефти Brent. Ребята, у нас ничего не меняется. Нефть марки Brent показала замечательную реакцию на локальный откатный уровень поддержки 81,5. Это минимум консолидации, которые у нас происходят за последние две торговых недели. Удержали эту ценовую отметку и сегодня, в понедельник, 11 марта. Это значит, что мы подтверждаем покупки. Все, что я говорила по нефти на своем последнем видео, которое есть на моем YouTube-канале, все актуально, ребят. По нефти ланги есть крупный хороший ланговый паттерн, который подтвержден, скажем, такой крупной комбинацией, плюс есть локальный ланговый паттерн, локальный импульс наверх, который произошел по нефти 26 и 27 февраля, и подтверждение этого импульса в виде небольшой консолидации за последние полтора торговых недели. Выше 81,5 продолжаю рассматривать покупки с целью на пробитие максимума текущего месяца в районе 83,8 и выше. Если говорить о перспективе по нефти, то, учитывая характер консолидации, который у нас происходит за последний торговый месяц, учитывая силу накопления, я считаю, что у нас есть все шансы для среднесрочного роста по нефти марки Brent. А нефть марки WTI, в принципе, аналогично. Кто торгует нефть Light, тоже можете покупать. Я Light анализировала на своем последнем обзоре. Посмотрите, обзор есть в открытом доступе на моем YouTube-канале Marie KuchtoTrader. Тоже среднесрочные цели, поэтому ситуация у нас по нефти не меняется. Все шансы для роста присутствуют. Рекомендую открывать покупки по нефти. Если это касается Brent, то 81,5 поддержка, выше нее, лонгист, прорыв сопротивления, образовавшийся в районе 83,8 и выше. И серебро. Давайте еще посмотрим. По серебру, ребят, продолжаем смотреться наверх. Золото сегодня пропускаем, потому что мы в движении. По серебру смотримся наверх, в сторону импульсного роста, который произошел у нас еще ранее. Хорошие импульсы по данному металлу у нас образовались. В сторону этого движения предлагаю дальше торговать серебро. Откатный уровень поддержки 24,2. Это локальная коррекция, выше которой рассматриваю продолжение роста. В сторону лонговой тенденции, образовавшейся за последний торговый месяц, даже чуть больше по данному металлу. Цели для роста озвучивать сейчас не буду. Это, скорее всего, среднесрочная перспектива, но для того, чтобы уже дальше подтверждать хорошие шансы для роста, нам нужно видеть новые лонговые формации по данному металлу. Если будут образоваться на графике новые торговые паттерны лонговые, тогда я дальше буду уже советовать покупать серебро по новым точкам входа, по новым паттернам, свежим паттернам, и удерживать все торговые позиции, которые мы открывали с вами ранее. Кто торгует среднесрочно, вы могли еще ранее купить серебро и продолжать удерживать по моим предыдущим публичным торговым рекомендациям, потому что я еще покупать советовала от первого накопления позиций, от первого сформированного паттерна. Я реализовала данную покупку в закрытом канале, но зафиксировала в пятницу. В пятницу на прошлой неделе зафиксировала полностью оставшуюся часть позиции на покупку по серебру, и дальше буду ждать свежих формаций, потому что у нас сейчас приоритет покупки, направление лонговое, да, есть локальный откатный 24,2. В принципе, по локальным точкам входа на часовом таймфрейме можно пробовать покупать. Ну, я пока мне рынка, я буду ждать хороших дневных формаций по своей стратегии, тогда уже открывать следующие торговые позиции по серебру. Ребята, такая ситуация по рынкам. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер», для того, чтобы всегда получать хороший аналитический контент от меня с анализом основных финансовых инструментов. Я напомню, что по стратегии своей защитной трейдинги я анализирую все рынки на дневных таймфреймах. Если формируются торговые паттерны, тогда вы от меня получаете соответствующие торговые рекомендации и публичные, и торговые идеи в моем закрытом телеграм-канале «Вип Мария Кухта». Всем благодарны за просмотр. Всем, ребята, прибыльной торговли. Я хочу напомнить, что на этой неделе у нас довольно много новостей, довольно насыщенный новостной фон, поэтому, возможно, повышена волатильность на рынках. Учитывайте это в своей торговле. Обязательно придерживайтесь рисков. Обязательно ставьте стопы. Ждите моих следующих обзоров. Всем хорошего дня. И до скорой встречи.